Всем привет, друзья! Меня зовут Герман Эль Классико, и даже несмотря на то, что сейчас еще нет шести утра, я все равно желаю вам доброго времени суток. Пора возвращать на канал рубрику «Футбол в большом городе». Ну а если вы тоже соскучились по такому контенту, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. На самом деле, для возобновления рубрики у меня было запланировано сразу две идеи. Первое из которых — это отдать точный пас через поезд, который едет. Ну и, конечно, отдельное спасибо хочется сказать нашему другу, один эксперт, который славится своей надежностью. Одним словом, настоящий профессионал в своем деле. А еще тебя ждет приятный бонус. Поэтому промокоду. Как я рад, что у меня есть друзья, которые в шесть утра готовы со мной идти. Ты, кстати, не один, но мы еще ждем Егора. Здорово. Вы что, блядь, охуели? Чего вас так много за? Это невероятно. Это чудесно. Сделал контент все? У вас все такой видос. Я сейчас отведу их просто в лес. Шашлыки будем жрать. Шашлык в большом городе. Новый формат. Увы, бизнес все. Получилось? Он сказал, что да, 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 я буду. Вот сейчас уже третий поезд проехал, пока мы подходим к железной дороге. И немножечко волнения-то оно нарастает. Тем, ты волнуешься? Слушай, у меня есть где ударить сквозь. Найти, где открыта форточка с одной стороны и с другой. И я ударю сквозь поезд. Место, на котором мы собрались выполнять трюк, было заранее спланировано. И первым делом нужно было опробовать, как это вообще будет выглядеть в идеальном варианте. Это вполне возможно сделать. Но для того, чтобы не было никаких эксцессов, нам нужно сделать передачу выше, чем все провода. Для того, чтобы, ну, прям, сто процентов обезопаситься. Там, дожди. Чипа через минуту будет скоростной. Я не знаю, скоростной здесь едет или там. И вот момент X. Идет тот самый редкий поезд. Все на исходных позициях. Оператор, коптер. И в итоге я не решился на этот удар. Да, у нас все получалось в пробных попытках. Да и все мы были готовы. Но в последний момент я начал переживать о том, что этот трюк того не стоит. Не знаю, вдруг я подскользнусь или просто не попаду по мячу, как мне надо. Но в общем итоге мы решили не подвергать лишнему риску ни себя, ни тем более пассажиров, которые ехали в поезде. Это я принял такое решение и в целом ребята, которые приехали со мной, меня поддержали. Но я напомню, что для первого выпуска у меня была подготовлена вторая идея, которая точно стоит того, чтобы вы сейчас продолжили смотреть это видео. Помните передачу с крыши, где главной задачей было поймать мяч внизу? А представляете, с такой скоростью мяч мне в руки летит, да? То есть я максимум отбить такое могу. В последнее время я постоянно думал, как это сделать, как поймать. И что самое главное, как сделать это не с 70 метров, а например со 100. Или может быть с 200 метров. Это что за дом или что за, я не знаю, кран должен быть такой. И оказалось, что существует на этой планете вот такое вот интересное приспособление для коптера, которое позволяет переносить, а затем и сбрасывать груз. Мы на футбольном поле, и сегодня у нас арендовано целых два футбольных поля, для того, чтобы кто-нибудь из нас смог побить мировой рекорд. Я ставлю 4 попытки. Помимо того, что у нас есть замечательный Саша, у нас есть замечательный коптер, которому есть специальное крепление, привязан мяч футбольный. Ну, собственно говоря, надо пробовать. Мне и так вообще страшен мяч, когда я даже на него смотрю. А если он будет лететь на меня сверху, это же пиздец страх. Мне кажется, с 500-го, если он будет лететь, он может сдуть просто куда-нибудь. Ты знаешь, как Олимпиада 80, вот это вот, Миша улетает, и мы смотрим, у нас слезы. Хорош, хорош. Сейчас я поймал его, это было меньше 10 метров, это максимально легко. 10 метров это вообще изи. Нам надо сразу на реку отправить. Я думал, Герман скажет, типа, мяч будет посредине тить, и мы все, кто первый, типа, его захватит, там было бы мясо. 10 это хуйня, типа, мы сами на 30 подбиваем. Давай 70 и 150. Давай, давай 70 и 150. Сразу, чтобы увеличить. 70, окей, 70 метров. Бля, чуваки, это реально страшно. Чуваки, разойдитесь. Давай погружу, пацаны, на кого-нибудь, блядь. Я сколько? Я 70. Я 70. Блядь. Блэд. Ой. Безоебец. Блядь. 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 Небесный наклбол сейчас. Блядь. Не, ну мне кажется, что если мы все станем вкругу, мы 100 пудово поймаем. Ну, если мы врежемся, типа, вот такая она сейчас. Ну, нет. Ну, давайте. Давай, по-другому. Давай, по-другому. Давай, по-другому. Давай, по-другому. Потому что, в принципе, мне кажется, здесь примерно одно и то же будет, что 70 метров, что 90. У нас даже не получилось 70, а эти такие. Все, мы идем на рекорд. Уверенность появилась. 70 сложно. 100 поплоще. Ну, это рандом, мне кажется. Самое главное, не смотреть вниз на высоте, ну, и вверх тоже лучше не смотреть. Чуваки, вы не представляете, как на самом деле вот это выглядит страшно. Летит! Летит! Вот сюда! Поймал! Давай, давай, все, поймай. Сейчас уже близко было. Видишь, как он туда? Вот ты туда пошел, а он сюда. Да, 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 наоборот. Да не, ну, кажется, что он быстро летит, но когда он уже близко, то, в принципе, возможно поймать. Короче, наверное, как будто тормозится. Я думаю, там он на тормоз жмет, ему страшно. Да, какой-то сужался, дубина. Да, чувак, это невозможно. Понял, сужаться надо. Реально, может только повезти, что кто-то будет один пошел, а... Бля, мне кажется, вообще надо стоять до последнего, прям. Подстраиваться, он, блядь, обманчик. Давайте распределимся и стоять до последнего, и в последний момент уже убегать от мяча. Надо сейчас, чтобы на меня полетел, я поймаю, я вот прям горю, хочу поймать. Правда, на меня еще даже вообще ни разу не близко, вообще. Блядь, он в круг попал, впервые, эту мразь. Я тоже, я тебе когда хотел... До конца видоса теперь будете видеть на заднем фоне. Действующий рекорд мира принадлежит Давиду Симонову, который смог поймать мяч с 90 метров, но с помощью коптера мы реально имеем возможность увеличить это расстояние во много раз. Он летел в меня сейчас, я понимаю, ну, блядь. А там, блядь, я его так мотала, блядь. А там один Давид Симонов. Один в твоем, он один вообще стоял, да. Типа он скинул, после того, чтобы спуститься и поймал. Что-то монтаж. Блядь, какой лучший! Ты шкет ебучий, блядь, ты ловить будешь. Давай. Вообще рядом. Полета не хватило. Это метр от меня. Почему когда мы все туда встанем, пошел именно сюда? С Денчиком на задню. Такой Герман, надо мячик поймать. Ну вот мы подлетели ловить этот мячишко. Сейчас на изи все сделаем. Самое главное сделаю это я. Это мировой рекорд? Да. А можно в кофту поймать его? Мясо. 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 Пацаны, давайте на один раз, пожалуйста, пока есть аккумулятор, давайте 500. Давай 500 разок сделаем. 200. К нам, да, мне точно кажется, 250 метров, чуваки, это охренеть. Все, я его почти не вижу. Вон он! Вон он! Вон! 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 Блядь! Он на девушке вообще потерял просто. Блядь, мы прям между вами. Но мне кажется, надо 90 добивать и сделанность. Гер! Последняя попытка. Этим полетом дохуя посадили. Пацаны, последняя попытка, 100 метров. А все больше не снимаем? 20, пацаны, 20 тысяч кто поймает. Пошла! Летит! Сюда, сюда, сюда! Кажешь ты себе! Полетил! Давай, давай! Лохи, лохи, лохи! Блядь, ну просто добежать никто не успел. Номарой, все, мы тебя выгоняем с поля, с омкалом, все, ты нахуй не нужен. Друзья, если вы оперативно набираете большие пальцы вверх, вот прям максимально оперативно, 150 тысяч, и мы через пару дней собираемся, прям усыпываем это поле людьми, реально заем подписчиков, человек 50, чтобы было прям вот куча людей, и пробуем сделать то же самое. А много у тебя выходил видосов, где ты не смог что-то сделать? Ну, выходил, привет. Не, я помню, что тут точно было, да, но помню, типа это есть. Этот видос вообще будет называться, не смог. Спасибо! Есть такое, знаете, привкус расстройства, когда, ну, вот все понимали, что это реально возможно, к последним попыткам это стало прям максимально близко, но футбол в большом городе в этом выпуске какой-то слишком сложный оказался. Где-то мы не решились, потому что боялись за безопасность, где-то у нас просто не получилось, но повторюсь, 150 тысяч лайков, и мы оперативно собираем всех и пробуем это сделать, серьезно. Зовем человек 50, прям всех-всех-всех, и просто расставляемся по всему полю в надежде, что кто-то поймает. Субтитры сделал DimaTorzok